Библейский портал экзегет.ру представляет Он повторяет аргументы и Иова, только с противоположным знаком. Да, Бог, кого хочет, наказывает, кого хочет, награждает, но ты ничего с этим не сделаешь, смирись. И аргументы друзей, наверное, ты в чем-то согрешил, так давай покайся уже, и все будет в порядке. 35 главе он развивает эту мысль, но переходит уже немножечко дальше и говорит, да кто ты такой, в конце концов. Так продолжал Олегу. Ты думаешь, правда на твоей стороне? Ты говоришь прав я, а не Бог? Говоришь, что мне пользуется, грешить или нет, что толку? Вот здесь он уже на грани того, чтобы передернуть. Иов говорит, что правда на его стороне, но грешить или нет, что толку, такого он не говорит. Он просто говорит, что за грех он не видит наказания, за правду воздаяния. Это такой логичный вывод, но все-таки это не одно и то же. Иов нигде не говорит, а пойду грешить, все равно же уже бесполезно. Нет, но, скажем так, Олегу его почти в этом обвиняет. А что же он скажет? Я на это тебе отвечу, тебе и твоим друзьям. Да, он уже и друзей в своем месте, вот ему никто не нравится. Посмотри на небо и увидишь, взгляни, как высоки над тобой облака. Если ты согрешил, что ты сделал ему? Множи преступления. Что ему причиняешь? Если праведен ты, что ему дашь? Что он из руки твоей принял? Твое нечестие коснется лишь людей, твоя праведность – сынов человеческих. Вот это совершенно потрясающий аргумент. Богу все равно. Вот мы думаем, мы когда грешим, мы его огорчаем, когда ведем себя хорошо, мы его радуем. Ну, как малыш в детском саду, там, маму с папой радуют, если он слушался или огорчает, если он там игрушки разбросил. Но Бог насколько нас выше, что ему вся эта наша ерунда? Так получается, что Богу все равно, грешишь ты или нет. Тогда как раз, получается, Богу приписывает вот то самое мнение, которое он сначала приписал Иову. Ничего себе. Люди стонут, под тяжестью обид, из-под руки угнетателя взывают, но никто не скажет, где же Бог мой Творец, тот, кто в ночи нам сил придавал, кто отличил нас разумом от земных зверей, даром мудрости от небесных птиц. А если возопят, так он не ответит из-за гордыни нечестивцев. Бог не слушает болтовни, всесильные ее не замечают. Вот здесь Иолюгу договорился до страшного. То есть, смотрите, Иов вопит, кричит, я праведен, но наказан, я не согласен, я хочу спорить с Богом, я докажу ему свою правоту. Боже, за что ты так со мной? Иолюгу говорит, а ему плевать, ему все равно. И ты до него не достучишься. То есть, фактически он говорит, да, Иов вправ, но так и надо. Это страшный Бог. Бог Иолюгу – это либо очень далекий, ни на что не обращающий внимания, такой вот абстрактный Бог, какой-то там запредельный выси, либо самодур, всесильный самодур, который наказывает буквально вот, кого пальцем ткнет, случайно попал, его уничтожает. И все молчите, и все не смеете рыпнуться. Вот если Бог такой, то жить жутко, честное слово. Вот почему так часто получается, что пламенный защитник Бога, такой неофит-активист, он вроде Бога защищает, но он рисует такой портрет этого Бога, что лучше бы он помолчал. Может, он свой портрет скорее рисует. Может быть, он изображает, вот если бы я был Богом, какой бы я тут порядок навел, вот мне кажется, на это похоже. Я вместо Бога, говорит такой неофит, я сейчас все про него объясню, вы все дураки, ничего не понимаете. Как же ты говоришь, что его не видишь, что на суд его ты ожидаешь, а еще что гнев его медлит, что не слишком он пороки замечает. Ну, он тоже точно здесь пересказывает слова Иова. Нет, пустословит Иов, множит речь и ничего не смысляет. То есть, короче говоря, заткнись и все. Иов так и не ответит на речи Иллигу. Да и правильно не ответит. Я уже говорил, что эти речи, я считаю, таким комментарием. Да, вот добавили к этому пламенного неофита, такого горячего богослова. Но тут и ответить-то нечего, потому что его правота, она очень жестокая, самодостаточная, и она не нуждается в том, чтобы не отвечали. Ее можно только принять всецело, ну, или подпасть под гнев и проклятие для того, кто эту правоту изрекает.